Всем привет! Прекрасного вам дня, хорошего настроения, ну и, конечно, счастья и изобилия. Инструкция, которую нам забыли выдать в детстве, как быть счастливой и богатой. Именно в соединении, потому что я в своем опыте, а он большой, уже 14 лет я занимаюсь психологией, встречала очень много людей, которые были богаты, но они приходили ко мне запросом, что они несчастливы. Их 10 машин их не радовало, их новая квартира или вилла тоже им приносила удовольствие ровно там пару дней, максимум месяц. И человек сталкивается с тем, что он понимает, что он несчастлив, он пытается материальными ценностями закрывать этот момент, но у него это не получается, потому что на самом деле счастье, оно рождается внутри, во внутреннем состоянии. Поэтому сегодня я решила соединить тему богатства и счастья для того, чтобы это было в гармонии, это было в любви, потому что я считаю, что это вещи, которые друг другу способствуют. Я знаю много счастливых людей, они бы хотели увеличить уровень своего дохода, и это тоже важно. Материальный мир, он тоже важен. Так что сегодня мы с вами об этом. И уверена, что даже те практики, которые я вам скажу на сегодняшнем бесплатном эфире, вам помогут и дадут хорошие результаты. Всех-всех рады видеть. Ну что ж, начинаем тогда. Наша тема «Как быть и богатой, и счастливой? Как увеличить свой доход и при этом испытывать счастье?» И я бы это соединила с состоянием легкости, безусловно. И первое, с чего я хочу начать, это с вашего отношения к деньгам. К сожалению, так складывается то, что очень у многих людей деньги находятся под печатью сложно, как-то плохо, опасно. Бывает, деньги достаются с большим трудом, да, или это не для меня. То есть, когда вы, например, думаете о миллионах, да, о доходе в миллионы, вот подумайте прямо сейчас об этом, кстати, вполне себе, да, сделать это прямо сейчас. Когда вы думаете, что ваш доход – миллион рублей в месяц или три миллиона рублей в месяц, вы чувствуете, что это реально? Если да – супер! А теперь подумайте, легко это приходит в вашу жизнь или нет? Почувствуйте правду. Вы верите, что миллион рублей в месяц или три миллиона, или пять миллионов рублей в месяц можно заработать просто, ну, работая два часа в день. Вот смотрите, какой интересный комментарий появился от Али. Я сейчас вам буду сразу прям давать технику, очень классную, впервые ее даю, так что мои подписчики тоже будут радоваться. Деньги, энергия, которые нужно уметь управлять. Вот смотрите, не просто так вы написали этот комментарий Алиса. Ваш комментарий говорит, скорее всего, о бессознательном страхе, то, что когда будет много денег, вы их не туда направите. Это может принести вред. Возможно и нет, но, скорее всего, если у вас родился такой комментарий, когда я сказала о сложностях, об ощущениях, которые возникают, вы подметили именно это. Это, скорее всего, именно это и проявляется. Давайте посмотрим, какие ощущения возникают у вас. Вот смотрите, я верю, но не получается. Очень у многих такая история, то есть хотят больше, но не понимают, почему не получается. Сегодня я вам дам ответ на этот вопрос и скажу, что с этим делать. Очень хочу верить. Смотрите, Ирина, что пишет. Ирина пишет, очень хочу верить, а это значит то, что она не верит, потому что она очень хочет этого. Это, знаете, это как загадывание желаний. Вот когда вы загадываете желания, не надо писать их со словом «хочу». Сейчас объясню, почему. Потому что пространство считывает настоящее время, и вы должны знать, что это реализуется. То есть ваша вера должна быть стопроцентной, чтобы это реализовалось. Поэтому надо писать в настоящее время. Почему нас, например, просят благодарить за то, что еще не сбылось, да, есть такие техники. Почему? Потому что вы должны настолько быть уверены, что это реализуется, что вы за это благодарите и верите в это. Если вы говорите «хочу» или «очень хочу верить», это значит «не верите». Меня пугают такие большие цифры. Спасибо вам за честность, да, потому что многих из вас они реально пугают. И я вам хочу сказать, что прежде чем я вышла к миллионным доходам, меня, когда у меня были доходы ниже, они меня тоже пугали. И я прорабатывала очень плотно свои блоки на тему денег. И чтобы вы понимали, изначально я росла в абсолютно обычной семье. Я работала там, начиная с 14 лет по уже, ну, в магазине, ну, просто я обустраивала красоту прилавков одежды. Но в летнее время, чтобы у меня были дополнительные деньги, потому что родители выделяли крайне мало. Точнее, папа выделял нормально, а вот мама считала, что если мне давать много денег, то ничего хорошего из этого не выйдет. И, кстати, в 18 лет папа хотел мне подарить машину, и, собственно, он купил себе новое, хотел мне отдать ту. И за одну ночь он передумал, потому что мама целиком просто прокачала ему мозги, что мне еще рано иметь машину. Когда мне собирались в 20 папе подарить квартиру, мама сказала, что я буду употреблять наркотики, и институт вообще не закончу, да, хотя у меня уже был финальный год. Института в 20 лет я заканчивала экстерном. Вот, и вы представляете, как вы думаете, какое убеждение могло родиться у меня в силу таких историй? То, что, естественно, большие деньги ни к чему хорошему не приводят. И я помню, как я поэтапно чистила себя, и помню, как я шла на уровень дохода 100 тысяч рублей. Сначала 50, и я думала, что это просто уже нормальный уровень, да, потом 100, потом 200, потом 300, потом 500. И есть, кстати, определенные рэперные точки, финансовые потолки, мы сегодня тоже об этом поговорим. Потому что многие из вас сталкиваются с тем, что вы упираетесь в одну сумму, и дальше не идете годами. Вот, сегодня поговорим об этом. Давайте вернемся, я сейчас хотела вам дать практику про деньги, которые как раз связаны с тем ощущением, которое у вас есть. Безусловно, вы наверняка все догадываетесь, откуда эти блоки, откуда эти ощущения. Не могу представить такую сумму, к сожалению, видите, да, то есть это вот чаще всего, такие комментарии внутренние возникают тогда, когда есть ощущение, что мы вообще не из того сорта. Это не для нас, вот эти миллионы, это как будто другой мир. Я вам хочу сказать, что у меня было то же самое. У меня была история, что девочка была одна в классе, Юля тоже ее звали, вот. Вот, и она очень была обеспечена. И когда она меня пригласила на свой день рождения, она пригласила там в очень крутой типа Орликина, и я ходила там и думала, блин, вот какая у нее жизнь совершенно другая. И я помню, как я это все вычищала изнутри, но многие из вас до сих пор ходят и смотрят на девочек на Порше, на Бентли, я не знаю, на Мерседесах или там на мужчин, и думают, что это какой-то другой мир. Вот, поэтому очень важно это понимать, откуда берется. Вот я вижу, кто-то вообще не понимает, откуда это берется, у кого-то плюсики. Давайте кратенько пробегусь, чтобы все понимали и было равномерно. Эти блокирующие убеждения, вообще убеждения ваши о мире, они берутся из вашего детства. Они сложены стереотипами, которые вы видели. Вы понимаете, когда вы родились, вы не знали ничего об этом мире. Вы полностью собирали карту этого мира, карту своего восприятия из того, что вы видели у ваших родителей, у близких людей, у знакомых. И если бы вам когда-то сказали, что вот, например, сейчас я что-нибудь вам подберу, что я не знаю, вот у меня кресло качало, смотрите. Вот если бы вам когда-то сказали, что это слон, и я бы говорила, я сейчас покатаюсь на слоне, покачаюсь на слоне, да, вы бы в это абсолютно верили и даже бы не сомневались, что это слон. И таким же образом вы впитали убеждения о деньгах. Вы видели примеры, а примеры начинали приходить в вашу жизнь, как только вы своим вниманием, ваше внимание когда-то поверило, что деньги это сложно, потому что родители зарабатывали деньги с трудом. И они ссорились, возможно, даже из-за денег, мама кричала на папу, была недовольна его заработком. И получается, что у вас возникло ощущение, что деньги это плохо, деньги это ссоры, деньги это скандалы, деньги это сложно. И в тот момент, когда вы это обрели, ваше внимание начало высвечивать подтверждение тому, что это так. Как происходит, когда вы выбрали, например, какую-то машину или когда вы беременны? Вокруг вдруг становится очень много таких машин, которые вы хотите выбрать. Как будто, ну, как-то на минимум на 30% увеличилась эта история, да. Или вы беременны, и вдруг видите, что очень много вокруг беременных, ну, просто очень много. Или вы хотите чего-то, ваше внимание к этому, и вы начинаете это видеть везде, да. Подскажите, плюсики-минусики, замечали это или нет? Вот таким же образом вы начали высвечивать подтверждение своему убеждению. Уже к 20-30 годам вы уже практически устойчивы в этом. Что же с этим нужно делать? Конечно, эти убеждения нужно убирать из подсознания. У вас есть правое и левое полушария, все об этом знают. Так вот, ваше правое полушарие, оно соединено с памятью. Там все хранится в вашей жизни абсолютно. Все даже то, что вы не помните на осознанном уровне. Даже если вы не помните своего детства, ваше подсознание это помнит. Соответственно, нам нужно получать доступ, как убрать эти убеждения оттуда. Это при помощи дыхания. Смотрите, давайте сделаем прямо сейчас. То есть, смотрите, любое ваше блокирующее убеждение – это зажим. Когда вас что-то сковывает, это отображается в вашем теле. И моя методика уникальна тем, что я работаю на всех трех уровнях. Поэтому такие результаты, поэтому я и даю гарантию. Я не работаю только с вашим умом. Я работаю со всей системой. Это тело, разум и душа. И сейчас вы должны понять одну простую вещь. Что в тот момент, когда у вас возникло болевое блокирующее убеждение, например, что богатая жизнь – это не для вас. Что какие-то вот эти суммы – это где-то очень далеко. В этот момент где-то поджало внутри. И возник телесный спазм. Этот телесный спазм потом наращивается и отображается через годы в реальных физиологических болезнях. Но не сразу. То есть, это просто внутренний зажим. Вот, по сути, это такая скованность энергии, в том числе, если мы рассматриваем три параметра. Энергия, действия, то есть реальные движения. Энергия – душа, действия – реальные движения. И разум, соответственно, ваши мысли и ощущения. Так вот, по сути, нам нужно расслабить то состояние, тот зажим, который возник. Вы ту задачу, с которой хотите поработать прямо сейчас. Вы можете это делать в любом месте, кстати. Вы можете даже встать на улице, ничего особо не нужно будет делать. Надо будет постоять, ну, желательно, с закрытыми глазами. Можно, конечно, сделать с открытыми, но лучше с закрытыми. Буквально, ну, максимум минуту. Да, можете присесть на лавочке или просто абстрагировать сейчас от всех и сделать это прямо здесь сейчас. Не откладывайте на потом. Самое страшное, что вы делаете, вы откладываете на потом и не делаете вообще. Сейчас ощутите это убеждение. Оно вас сковывает. Оно, оно вот какое-то дискомфортное внутри. Почувствовать его произнесите вслух или вспомните, где оно в вашей жизни отображалось. Оно какое-то вот зажимает где-то, да? И теперь нам нужно расслабить это место. Представьте, что вы делаете в это место вдох и выдох. Начинайте его прокачивать дыханием. Вам нужно высвободить энергию, которая там скована. Любая в вашем мысли форма – это скованная энергия. Если бы я объясняла вам на уровне физического тела, то это зажимы, нервные зажимы. И сейчас просто представьте, что вы начинаете расслаблять, как будто, знаете, рассеивать эту энергию, представить, как она расходится. То есть вот вы прямо этим зажимом вдохнули и рассеяли, с выдохом рассеяли. Вот смотрите, одна из девушек пишет… Ладно, чуть попозже, про смешно прокомментирую. Не буду сейчас перебивать, кто делает практику. Давайте. Вдох, рассеяли. И вам нужно добиться расслабления. Кто пишет, густа и не рассеивается. Это только вам так кажется. Сделайте вдох поглубже и рассеете. Возможно, при глубоких убеждениях потребуется, конечно, это делать неоднократно. Видите, все начали чувствовать тело. Горло зажато, трудно очень расслабиться. Лежа можно делать. Можно делать лежа, стоя, сидя, как хотите. Конечно, девочки, если вы взяли очень глубокое, глубинное убеждение, которое у вас с детства. Представляете, вы уже с ним 20 или 30 лет ходите. Это базовая техника, она очень хорошо работающая, она основана на трех позициях. Но, тем не менее, иногда нужны техники посильнее. Это правда. Эту энергию нужно высвободить оттуда. Поймите, что представьте, у вас комок энергии в одном месте. На какой-то мысли, которая вам не нравится. И, естественно, он очень плотный. Представляете, если вы так живете, если вы уже так действуете, исходя из этого. Если у вас есть такое убеждение, скорее всего, вы работаете на работе, где зарабатываете 50-100, максимум 150 тысяч, может быть, кто-то из вас и 300 зарабатывает, я только рада, но хочет большего, например, миллиона. А кто-то, может, и 50 еще не зарабатывает. Такие варианты тоже есть, и очень многие так живут. Пожалуйста, дайте этому время. Закружилась голова, это нормально. И, кстати, хороший эффект, начала энергия рассеиваться. Так, сильное тепло, пошло супер. Смотрите, пошли процессы. Скажите, пожалуйста, как результаты? Сейчас уже достаточно времени дала на эту практику. Как сейчас результаты? Какие ощущения? Плюсики, пошел процесс какой-то. Смотрите, появилось жжение и слезы. Смотрите, если жжение и слезы, или желание кричать, или боль, представьте, что вы мысленно кричите, или плачете, и как будто слезы и крик испаряются. То есть вам не нужно реально кричать, вам нужно представить, что это испаряется из вас. У кого есть, хочется плакать, да? У кого-то жжение, испаряйте. Прямо вот представьте, что вы выдыхаете это жжение и испаряйте его. И про себя держите мыслеформу, пусть эта энергия, информация преобразуется во благо для меня и всех живо существенно и лучшим образом. Смотрите, у кого-то легко, расслабилась, что плакать хочет. Видите, как супер. В груди стало лучше, вижу. У кого-то не прошло. Видите, значит, у вас глубокое убеждение, я вам говорила. Зато вы теперь реально видите, с чем вы живете, понимаете? Потому что многие говорят, говорят, а вам же нужно понять и почувствовать, как это внутри отображается. А я вас учу не то, что это увидеть, я учу вас полностью освободиться. Я даю очень крутые техники в рамках основного. Сейчас про смех прокомментирую. Классная техника. Начала болеть в области лба. Выдыхайте и рассеивайте. Это какой-то сопряженный блок. Смотрите, про смех, да? Про смех. У многих, когда точка боли настолько сильная, некоторые начинают плакать, а некоторые смеяться. То есть избегание от того, чтобы зайти в точку боли. Проходите через саботаж спокойно. Потому что как только вы выходите в зону действительно качественной проработки, вам оттуда хочется сбежать. Почему? Потому что это, ну, там болезненно. То есть вам причинили боль когда-то ранее. Эти убеждения ни разу не кайфовые. И вам хочется сбежать от того, чтобы это не чувствовать. Но надо почувствовать на одну минутку, чтобы потом освободиться от этого. Смотрите, у кого сейчас, если есть какая-то тяжесть, вы говорите только одну фразу себе и сразу полегчает. Вы говорите фразу, закрываете глаза. Вы должны понять, что вот та тяжесть, которую вы почувствовали, это просто ваше подсознание подключилось, как только мы активировали правое полушария. Мы его активировали через ощущение в теле и через образы. Оно взаимодействует с нами через это. Соответственно, вы сейчас просто благодарите. То есть вы говорите, мое подсознание. Я благодарю тебя за то, что ты мне проявила то, как это выглядит у меня. Я прошу тебя сейчас остановить проявление. Я позже проработаю это убеждение. Хочу чувствовать, выбираю. И хочу чувствовать себя легко. Ощущение, Алиса, что уже все могу, но сама себя торможу. Это блок, надо тоже убирать. Потому что, скорее всего, вы не сами себя тормозили. Скорее, кто-то из ваших родителей был достаточно быстрый. И вы чувствовали себя медленной по сравнению с ним. Либо вас сравнили с кем-то, кто быстрый. И такое вот ощущение. То есть вообще в момент сравнения с кем-то мог быть. Ну что, поставьте плюсики. Если боль в груди прошла и все прошло, ну как бы все отпустило. После этой фразы должно было стать как минимум легче. У кого кружится голова? У кого что-то еще? Это просто энергия, которая вышла. Трансформируйте ее во благо. Это естественный процесс. Круто, что это произошло. Зеваете, да, вот это все, это, ну, все нужно, да. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому стало легче после этой фразы. Угу. И вообще после техники, давайте так, да. Фраза, техника. Угу. Прошла боль, жар. Жар нормальный, естественный процесс. Идет процесс высвобождения. Рыдаю. Помните, да, то есть можно еще не только плакать, не заводить себя в слезы, можно выводить это через как будто вот энергию, потому что слезы это огромный тоже объем энергии, который был зажат внутри и сейчас вышел. И вы можете не только себя, ну, как бы физически плакать, вы можете представить, что вы плачете и как бы испарять слезы, понимаете, испарять крик. Угу. Отличное состояние. Стало супер. Жалко себя стало. Не надо себя жалеть, это точно. Есть все техники для того, чтобы это решить. Я вам гарантирую, что вы можете это убрать. Я много что проработала у себя, и я прошла с заработка там 15 тысяч в месяц до миллионных сумм. Сейчас мой оборот, моя компания больше 57 миллионов за год. Я даю вам эти техники, чтобы вы самостоятельно работали с собой. Я все объясняю. Я очень много лет консультировала как психолог и поняла, что мне как-то стало некомфортно от того, что я поняла, что люди приходят ко мне постоянно за рыбкой. А им нужна удочка, блокирующих убеждений много. Их правда много. Ваш мозг их впитал за 20-30 лет, за 40 лет огромное количество. И вам нужно освободиться от них. Я рассказываю вам, как самостоятельно себя проработать. То есть вы будете все эти техники иметь всю свою жизнь рядом с собой. И в любой сложной ситуации вам не нужно будет там бежать куда-то, что-то. Вы научитесь собой полностью управлять и создавать. Потому что вы можете бегать к экстрасенсам, гадалкам, кому угодно, к астрологам. Но на самом деле истинная сила внутри вас. Я тренер, который позволяет вам открыть этот истинный потенциал внутри вас. Не на кого-то перекладывать ответственность. Не бояться все время и думать, что кто-то вас должен спасать. А как стать самой достаточно полноценной, классной, сильной, успешной. И чтобы и мужчина с вами был соответствующий. Потому что тот, какой мужчина рядом с вами, полностью соответствует вам. То, сколько вы сейчас зарабатываете, это полностью соответствует вашим убеждениям внутри вас. Так что, да, это удочка. Да, действительно, это удочка, чтобы вы сами могли ловить себе рыбу и делать в жизни то, чего вы хотите. И достигать. Потому что очень нагие. И, кстати, мы сейчас перейдем ко второму уровню, да, счастья и понимания. Я надеюсь, что практика вам понравилась. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Это первый аспект. Второй аспект, который не менее важен, и с которым вы можете начать работать прямо сейчас, это угол зрения. Угол восприятия себя. Понимаете, большинство из вас, как они думают? То есть, вот сейчас я, допустим, постройнею, и тогда встречу своего мужчину. Вот сейчас я наберусь больше профессионализма, больше лет практики у меня будет на работе, и меня повысит. Вас не повышают только потому, что практики нет, да. Либо ваш начальник засранец, на внешний мир тоже можно. И он вас не хочет повышать, потому что ему это не нужно. И, понимаете, ваш угол зрения, угол восприятия, он устойчив. То есть, вы выбираете так думать. Так же, как это могло быть так, так же и ваш угол восприятия себя могло быть другим. Например, вы могли бы думать о том, что неважно, сколько вы весите, вы классные и достойные того, чтобы вас любили. И есть много полных женщин, которые встречают свою счастливую любовь, будучи очень полными. У меня есть пример, не буду называть имен, женщина, она была старше, у нее было двое детей. Она весила, ну, гораздо больше ста, ну, то есть там, может быть, сто, тридцать, да. И она вышла за мужчину, младший ее по возрасту, который взял ее. С двумя детьми они родили третью дочку. И двое или трое там было у нее, я не помню, двое или трое было. И еще они дочку родили. Он ее обеспечивает и работает, она занимается детьми. Для чего я вам сейчас это говорю? Для того, чтобы вы начали по чуть-чуть сдвигать свой угол восприятия и по-другому взглянули на саму себя и на то, что вы можете. Если ваш угол восприятия останется прежним, то вы будете и действовать, и мыслить, исходя из него. Понимаете, о чем я говорю? Давайте проведем другой пример. Вам нравится мужчина. И вы думаете, так, мне сейчас нужно более классно одеться, выглядеть суперкруто, чтобы я ему понравилась. А вы зайдите в состояние ума, что вы такая классная, и вы так одеваетесь, потому что вы классная. И вы ему по-любому понравитесь. Понимаете, каков ваш угол восприятия? Ну, конечно, нужно дать право еще Вселенной реализовать этот момент, потому что, возможно, вы за кого-нибудь зацепились, и этот человек вам не подходит. Он вообще для кармической отработки какой-нибудь жесткой вас Вселенная бережет. А, возможно, для любви. Но в любом случае угол восприятия вам поможет, если не этого, то притянуть другого. И придет тот, который на самом деле вам нужен. То есть никогда не заковывайте. Вот почему говорят, не загадывайте желание на определенного человека. Не включайте в карты желаний каких-то конкретных людей. Потому что вы, понятия, не имеете мудрость Вселенной и знания, потому что Вселенная и мир, да, Бог, мироздание, да, оно смотрит в целом, а вы смотрите из себя чаще всего. Ну, кто-то из вас, конечно, суперпрактиками занимается, да, уже в наблюдателе, уже там суперпрокаченный, но большинство же, конечно, мы земные люди, там, зарабатываем деньги, делаем дела, там, воспитываем детей, и, ну, как бы не супер, да, там, в этой теме прокачены. Поэтому вы смотрите субъективно из себя, и вы можете не видеть элементов, да, которые есть. Вот вопрос такой интересный вижу. Можно ли научиться так делиться энергией, как вы? Ну, во-первых, энергия – это естественный процесс, который у вас есть. И единственная задача в том, что большинство из вас свою энергию, вот у вас есть поток энергии, вы ее тратите на страхи, на блокирующие убеждения, на ограничения, на какие-то мысли, которые вам не нужны. И вы понимаете, вот представьте, идет широкий поток энергии, но часть из них, и у большинства из вас это 80%, уходит на вот эти вот блокирующие состояния. А когда вы освобождаете себя, то есть то, чему я вас учу, как раз высвободить свою систему от всех блокирующих ощущений, состояний, кризисов, которые вы переживали, потому что ни один кризис, который вы переживали в жизни, не проходит бесследно. Эти кризисы все заложены внутри, и вы бессознательно, если вы прожили сильный спазм, например, был какой-то сильный риск, была потеря денег, к примеру, да, может быть, даже потеря денег у ваших родителей, но вы пережили сильный кризис, и у вас этот страх потерять деньги сидит до сих пор, и вы боитесь будущего. Кто из вас, напишите плюсики, минусики, где у вас и что, да, то есть, есть ли у вас такой страх, где у вас и что? Я задала такой общий вопрос, где у вас и что? Просто мне написали сообщение, на него отвлеклась. Есть ли у вас страх будущего, вот этот страх потеря денег? Очень многих из вас он есть. И вы представляете, какое количество ресурса вы тратите на то, чтобы не идти туда. То есть вы тратите энергию не на то, чтобы создать что-то, а тратите энергию на то, чтобы не получить плохого. И многие из вас, знаете, в какой мотивации живут? Эта мотивация, это полный привет, да? Значит, мотивация того, что я буду худеть для того, чтобы муж не ушел. Не для того, чтобы быть красивой для себя. То есть вы бегаете из-под пинка. Ваша мотивация, морковка сзади, тыкающаяся в вас. Но вы себя, вам сложно себя мотивировать морковкой впереди. Это тоже способ, это страшно, потому что вот эти страхи, они настолько вас держат, что вы не можете действовать шире и свободнее. А в вашу голову могли бы приходить гениальные идеи, вы могли бы получать классный результат, уже сейчас добиться чего-то на вашей работе, или там построить свой бизнес, кто что. Кто из вас уже столько собирался что-то начать делать, и не делаете? Почему? Только когда припрет, начинаете делать. Потому что вы все еще с морковкой сзади. Это все меняется. Это ваша психика, это ваша программа в голове. Я учу вас, как это сделать. Я очень много что проработала у себя. Я уверена, что вы это чувствуете. И я знаю, как научить вас. Моя история была совсем непростая. Мои родители очень сильно ссорились. И я пошла на психолога для того, чтобы в первую очередь помочь себе. Хотя первые пять лет я думала, что я очень хочу помогать людям. Это правда. Только через пять лет до меня дошло, что все психологи, которые идут на психологию, они на самом деле хотят вылечить себя. И они выбирают эту профессию для того, чтобы помочь себе. Но не все до этого доходят, к сожалению. Вот пишут, «У меня страх остаться совсем без денег. У меня страх, что я не смогу погасить кредиты. Боюсь уйти с работы. Очень устала. Я ненавижу ее. Она должна идти». Вот смотрите, что с вами происходит. Мои хорошие девочки, это лишь страхи в вашей голове. И на данный момент, к сожалению, они диктуют вам, что делать. Вы разве хотите продолжать так жить? Вы не эти страхи. Я вам точно говорю, вы не являетесь имя. Это было приобретено. Ваша жизнь может полностью измениться. Вы можете действительно начать жить той жизнью, о которой вы мечтаете. Если пойметесь, что вы не являетесь этими блоками, не являетесь этими страхами, они очень плотно сидят в вашей голове, но их можно убрать оттуда. Их можно убрать так же, как удалить программу из телефона. Я вас этому научу. Столько техник, которые не работали. И я счастлива, что я нашла те техники, которые работают сейчас действительно. И я готова вам их дать и открыто заявлять об этом. Это, знаете, это большая радость для меня. Потому что я знаю то, что я вам предлагаю, что это качество. И вы уйдете отсюда уже немножко поменявшись. Давайте прямо сейчас поменяем угол зрения на себя, на свое восприятие себя. Это можно сделать очень быстро. И это можете повторять хотя бы в течение дня, приучать себя к этому. Но, конечно, для того, чтобы угол зрения стал устойчивым, нужно как следует проработать вот эти вот подрешения, подсознание, потому что они вас держат, страхи. Ну и они оттуда вытаскиваются. Не жалейте себя. Я знаю, что многие из вас прошли совсем непростую историю. Много боли было, где-то предательство. Но это все можно излечить. Я у себя убрала. Девочки, тысячи девочек это убрали у себя самостоятельно. И вы сможете. У нас идет дождь, небо очень хмурое, а вдалеке кусочек голубого неба. Это очень символично. Да. Давайте сейчас, прямо сейчас, вот что вы хотите. Вы хотите семью? Или, может быть, вы хотите больше заработок? Или, может быть, вы хотите, чтобы ваш муж вас уважал и по-другому к вам относился? Если он так себя проявляет, понимаете, если ваш руководитель на вас кричит или унижает вас, или не прислушается к вам, это не он на самом деле. Это модель, которая была в вашем детстве, вы ее скопировали, и эта проекция работает на вашем муже, на вашем руководителе. Вы повторяете их из раз в раз. Их нужно удалить. Я сейчас объясню, кстати, почему я стою. Это очень, я ждала этого вопроса. Я ждала этого вопроса, почему вы мне его зададите, да? Ну, потом объясню. Это, кстати, удивительная причина, непростая. Я не просто так захотела стоять. После долгих лет убирания предательства мужа все возвращается. Нет, надо качественно проработать. Значит, вы, ну, надо работать с техниками, которые действительно работают. и доводить до конца. Давайте к углу, да, восприятия. Первое, что для того, чтобы изменить угол восприятия и стать свободным от этой модели, первое, что вам нужно понять, это то, что, я вам говорила, вам нужно понять, что это не вы. Вы – это очень мощная, сильная энергия, ну, там, божественное создание, да, чистая энергия, суть. А то, что приобретено вашим умом, это установки, и они приобретены. Младенец не имеет этих установок. Он ничего не знает об этом мире. Ну, только то, что он приобрел уже в пренатальном периоде. Если в пренатальном периоде был сильный стресс, кризис, угроза выкидыша, то ребенок потом, ну, и взрослый, испытывает очень такие глубокие состояния. Это все я учу вас прорабатывать. Как убрать предательство? Надо проработать то, что его вызвало, и потом убрать боль, которая была в этом предательстве закована. Это этапы, да, то есть, не вот так убирается, да, то есть, это где-то, один блок убирается минут 15-20. Вот. Страхи убираются от 15 минут до 2 часов. То есть, в зависимости от того, какой глубинный страх. Вы это можете сделать самостоятельно. Предательство тоже требует проработки, ну, думаю, 2 часа, 2-3 может быть. Если было сильное предательство, измена, то чтобы отпустить вот эту боль, больше не притягивать это к себе. Возможно, блоки по предательству надо будет еще убирать, плюс какое-то время, но вы точно сможете это сделать. Возвращаемся к углу восприятия. Того, что вам нужно сделать. Я вам говорила, да, то, что все, кого вы сейчас видите, да, это все иллюстрации вашего детства, опыта. И первое, что вам нужно, это в это поверить и осознать, да, предположить хотя бы, что это так. Возможно, вы уже провели аналоги, вы такие, да, и правда, начальник на меня орет, блин, на меня папа постоянно кричал в детстве, да, или, например, там вы думаете о том, что так, папа не мог обеспечить семью и действительно сейчас муж не особо, как бы я сама все тащу на себе, да, как и мама это делала. Вот эти модели, вам нужно просто провести параллели, как вы это повторяете, да, и очень важно, да, вот первый шаг это осознать, что это не вы, для того, чтобы изменить угол восприятия. И дальше нужно просто развернуться, как бы мысленно о самой себе. И прямо сейчас давайте завершим, закройте глаза. Это будет наше прекрасное завершение эфира, такое очень воодушевляющее для вас. Вчера убрала у себя, пока закрываете глаза, дышите, а я прочитаю, что вчера убрала у себя боль в горле, бронхах и насморк, осталось, осталось чуть-чуть, спасибо, подскажите им, чего уезжает в Таиланд на ПМЖ, я с ним не могу поехать из ребенка, можно что-то, конечно, можно. Вам нужно понять, что у вас это вызывает, расставание с любимым, да, то есть, тут какой-то разрыв, да, вам надо это проработать. Сейчас закрыли глаза, глубокое, спокойное дыхание. И сейчас постарайтесь откинуть мысли, то, что, допустим, вы выбрали уровень дохода, да, чтобы ваш уровень дохода повысился. Все, что вам нужно, вам нужно сейчас осознать, что вы этого достойны, даже если в мысли лезут в голову, что это не так, что это не то, это лишь блоки, это убеждения, которые пока что лезут из вашего подсознания, пока оно не вычищено. Но вам просто, вот знаете, а что если я достойна, вот задайте, представьте игру, что вы сейчас играете в ту, которая достойна этого. Вот как мы играли там, не знаю, я очень любила Селлор Му, ну, правда, я была Селлор Марц и Селлор Му иногда тоже. Вот представьте, что мы сейчас играем. Это добавит легкости этому процессу. И ощутите, что вы достойны того, что вы, о чем вы мечтаете, чего вы хотите. Сейчас все комментарии дам, когда закончим практику. ощутите, как это чувствовать себя достойной того, чего вы хотите. как это ощущать себя классной, счастливой? Если у вас прямо сейчас, представьте, что прямо сейчас у вас все есть для вашего счастья. в этом мгновение, как бы вы сейчас себя чувствовали. Вы чувствуете это расширение, да, вот это состояние. Можете делать даже с открытыми глазами. Ощутите, что вы готовы принять это в свою жизнь. Вот эта готовность, ее тоже очень важно ощутить. Потому что многие из вас перед тем, как взять, могут не взять. Вот сейчас прямо почувствуйте, я готова. Я готова принять это в жизнь. На сто процентов. Я в том весе, в котором надо. У меня те мозги, которые надо. Я действую так, как надо. Уберите все не до. Вы такая, какая нужно прямо сейчас, чтобы обрести это. Отпустите сомнения. Скажите, это мысли, лишь мелькающие в моей голове. Это как дождь за окном. Он не должен вас мочить. Это лишь мысли. Отпустите. Пусть проходят мимо. Как облака, когда сильный ветер на небе. Пусть они уходят. Откройте свое голубое небо. Откройте себя. Вы достойны, готовы принять то, о чем вы мечтаете, вашу жизнь прямо сейчас. Вы такая, какая нужна. Берите всю критику себя. Вы такая, как нужна прямо сейчас. Именно такая вы нужны этому миру. Я вижу ваши комментарии. Очень приятно. Делайте глубокий вдох-выдох. Еще один глубокий вдох-выдох. Открывайте глаза и с этим ощущением идите. Идите в вашу жизнь. Как вы? Напишите, как вы сейчас. Удается вас вот в это состояние вы можете погрузиться сейчас. Вы можете его воспроизводить. Да? Когда у вас подключаются вот эти мыслеформы, блоки, которые лезут из вас, вот это состояние начнет снижаться, да, его интенсивность. Но это можно убрать. И чему я стою? Потому что я решила, так как я прорабатываю себя, попробовать порастягивать позвоночник. Это очень классно. И говорят, что вообще позвоночник это центр, это наша жизнь. И мне посоветовали одного человека, который очень много лет изучает именно то, как полностью восстановить эталонное состояние позвоночника. И чтобы вы понимали, у меня нет каких-то особых с ним задач, все, слава богу. Но я понимаю, что привести его в эталонное состояние, это что-то особенное, потому что, ну, это центр. И мне нельзя 10 дней, ну, даже чуть побольше, потому что выходные не считаются, мне нельзя сидеть. То есть я либо стою, либо лежу. Вот. И мы вот здесь вот, меня возят на машине, чтобы вы понимали, за меня носят тяжелые вещи. Мне даже нельзя поднимать полкило максимум, да. Мне полностью восстанавливают весь мышечный каркас. Я вам потом обязательно расскажу, что получилось, как я себя чувствую. У меня сегодня только третий день. Третий день, да. Вот. Конечно, сразу легкость. Супер, спасибо. Мне медитация нравится, когда следуешь за голосом, а потом понимаешь, что работа опережает голос. Голос у вас действительно приятный. Давно так не расслаблялась. Тогда, до скорой встречи. Пока-пока. Хорошего вам настроения. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»